Дорогие друзья, дорогие друзья, может быть, многие из вас помнят этот удивительный момент в 96-м году, когда, благодаря всем вам, наверное, впервые в истории Израиля партия вся, составившая из Алим, вступила в тест Средбалья. Я должен сказать откровенно, я думаю, Юлик не станет со мной спорить, что мы ветераны, я и Юлик, чувствовали, что мы, так сказать, у нас за плечами и тюрьмы, и борьба с советской властью, борьба уже за Алиюзу здесь, из Израиля. Мы, слава Богу, во всем понимаем, во всем разбираемся. А вот есть такая Марина, которая думает, что она все знает, что она все понимает. Кто она такая, приехала, она еще не посидела ни одного дня в тюрьме, еще, так сказать, не устроилась ни одной большой демонстрации, она уже думает, что она все знает. И так это немножко возмущало. С другой стороны, нам же нужен аутентичный представитель Ильи, не можем же мы, ветераны, которые приехали уже целых 8-9 лет тому назад, не можем ли мы без представителя Ильи, который только что приехал. И вот, ладно, Марина подучится, гибрид подучит, немножко по улице побудет с нами, оботрется, глядишь, будет неплохим членом класса. Так примерно, немножко снисходительно мы думали о Марине, ну и были, конечно, рады, что она со всеми своими знаниями, со всеми своими московским образованием ждали вместе с нами. Должен сказать, что с первого дня Марина показала нам, что такое быть представителем Ильи в Кнезде. Что такое быть шалихом в Кнезде. Во-первых, ее действительно по-настоящему в Кнезде не хватает. И не потому, что никому никто не заботится о новых репатриантах. Такие, слава Богу, есть и старые депутаты, и новые депутаты. И не потому, что никто не занимается социальными вопросами. Таких тоже, слава Богу, немало. Но у Марины какое-то всегда такое было чувство, вот как я только что говорил про Аидыш и маме, да, такое чувство естественности. Она, когда занималась социальными вопросами, никто никогда ей не говорил, да ну ты популистка, что ты, мол, ты всем растай, всем помоги, что это за лозунги такие. У него этого никогда не было. Она всегда действительно занималась этим от всей души, и все верили, что это действительно для того, чтобы помочь людям. То же самое вопросы, связанные с Алией нашей, с нашими репатриантами, они очень плавно всегда переходили в общие вопросы. Там начиналось заниматься матерями-одиночками Алимовскими. И вдруг, как-то вдруг откуда-то появлялись и появлялись и проникали люди, которые уже по-русски совсем не говорили. И тоже говорили, как же, вот нам тоже надо помочь с этим вопросом. Как-то все это всегда было очень естественно. Единственное, что я могу сказать, что ее не хватает, но она присутствует. У мамы было особенно теплое и заботливое отношение к людям вашего поколения, переживших катастрофу. Отечественную войну и совершивших достойную алью в Израиле. И Валяна с большим уважением относилась к ветеранам Второй мировой войны. И ветераны ей платили тем же. Я гордаю, что являюсь председателем совета клуба имени Марины Солодкиной. У каждого сидящего в этом зале, конечно, найдется в сердце место для воспоминаний самых теплых, самых светлых воспоминаний о Марины Солодкиной. Светлая память. И ее большой мечтой было действительно дать крышу, но не только крышу над головой, не только стены, как уже говорилось раньше, а дом, где бы жили люди, репатрианты, и получали действительно те блага, которые вы достойны получать в вашем золотом возрасте. Нашему клубу сегодня предоставлена огромная честь носить имя вашей мамы, благословенную ее память. И эта честь будет оправдана, потому что человек обладал огромной мотивацией помочь тем, кто нуждается, помочь репатриантам, людям, которые приехали в эту страну, не владея языком, не зная, как себя проявить здесь, людям, которые пострадали в катастрофе. А в Амигурии проживает 6 тысяч людей, которые пострадали в катастрофе, перенесли ветеранов войны. Поэтому наш клуб достойно будет внести честь имени вашей мамы, благословенную память. На вопрос канала «Адженда», обращенный к Шелле Яхимович, является ли ее присутствие подтверждением готовности продолжать деятельность Марины Солодкиной, она ответила утвердительно и вспомнила свои достижения, которым содействовала Солодкина. Шелле подчеркнула такие ее черты, как идеалистичность, прямота, прагматичность, ум, нетерпимость к манипуляциям. Она видит значимость данного события в том, чтобы ее путь был продолжен. Увидя атмосферу благоденствия и безмятежности, царившую в клубе, захотелось знать, как она достигается. Наш генеральный директор, он настолько человек с большим добрым сердцем, который он постоянно, у нас постоянно какие-то проекты, он постоянно на связи с музеем катастрофы Ятваше, постоянно есть какие-то проекты для пострадавших катастрофе, для пожилых людей, чтобы человек чувствовал и был горд тем, что на своей исторической родине, что он не просто приехал и получил, как говорят, кусочек хлеба и крышу над головой, что он действительно востребован, что он может сказать, что он может заявить о себе. Для пожилого человека утром встать и чувствовать, что он жив, что он востребован, что он нужен. Мэр города сказал, что данное событие – это результат совместных усилий компании Амигор, мэрии и министерства Клиты, которые важны и продуктивны при решении многих социальных проблем, что может быть примером для других городов. Во многих проектах мы продолжаем участвовать, как вот, например, этот хоз. Это ваш новый проект? Ну, этот действительно новый, это один из тех, которые в последние годы были построены. У нас где-то на несколько лет эта деятельность, Сахнута, прекратилась, и сейчас, два года назад я ее возобновил. И сейчас мы строим еще несколько отсталей по всей стране, вот такого же типа, как этот, но для того, чтобы хоть в какой-то мере удовлетворить огромную нужду в такого рода институтах. Услышав только позитивные отзывы о жизни в этом доме для пожилых людей, конечно, захотелось узнать о ней подробнее. Пред нашей беседе, что наш дом совершенно не считается домом престарелых, потому что здесь проживают молодые, деятельные люди относительно молодые, потому что жилье в таком доме, как наш, можно получить с 55 лет. Это, в общем-то, совершенно молодой и деятельный человек, поэтому домом престарелых его никак нельзя назвать. Мы называем это дом-гильзав, дом для проживания пожилых людей. В чем отличие, в чем преимущество этого дома от других домов? Потому что здесь, в общем-то, я могу сказать, что люди, которые получают здесь жилье, они обретают не только крышу над головой. Одинокий человек, в общем-то, попадает в семью, попадает в семейное окружение. Он не просто является защищенным в плане того, что здесь есть постоянное дежурство 24 часа. Здесь в любой момент ему могут оказать помощь по всем, в общем-то, вопросам. Медицинская помощь он получает, как другой человек, который проживает в общественном другом месте. Но кроме того, что здесь не оказывается медицинской помощи, любая другая, любые другие виды помощи здесь можно получить. Компания «Амигур» здесь у нас есть 57, как я уже говорила, таких домов от севера до юга по всей стране. И люди, действительно, которые попадают, они чувствуют себя счастливыми. В основном жильцы нашего дома – это выходцы из бывших стран СНГ. 85-90% – это русскоязычных олим-хаташи. Есть ватиким, которые получили жилье по причинам социальной тоже неустроенности. У нас здесь очень-очень сплоченные, если даже русскоязычные не владеют ивритом, и ивритые язычные не говорят на русском языке, очень тесно общаются вместе, танцуют, обнимаются, целуются. Ну, в общем-то, семья. У нас, наш дом – это тесная, дружная семья. Стоит прийти просто на вечер и посмотреть, как они сидят, пьют чай, танцуют, просто общаются, просто разговаривают. Клуб открыт ежедневно. И это действительно сердце дома, это место для встречи всех наших жильцов. Проживают у нас почти 300 человек. Конечно, не все 300 приходят в клуб, но очень-очень большой процент, конечно же, посещает клуб. Здесь работают очень много кружков. Физкультурный кружок, спортивный кружок, был у нас танцевальный кружок, сейчас его нет, есть спорт, физкультура, хоровой, театр, иврит у нас изучают. Огромная деятельность, проходят кафетерии, дни рождения, вечера отдыха. А как жизнь начинается? С чего начинается жизнь вашего жителя? Ну, у нас существует еще очень и очень важная такая деталь в нашем доме. Это как у нас утреннее приветствие, боки ртов, с добрым утром. То есть, мать дома, Эмма Байт, делают такую проверку, все с удовольствием откликаются и говорят, доброе утро. Я являюсь директором этого дома. У нас есть Эмма Байт, у нас есть Матозит. Кто такая Матозит? Это метапеллит. Для тех, у кого нет по каким-то причинам метапеллит, человек вышел из больницы. Нужно купить продукты, помощь по уборке дома. По каким-то причинам не пришла метапеллит. Вот, в общем-то, любые-любые услуги. У нас есть тот, кто занимается ремонтными работами, как Аббайт, как отец дома. У нас есть социальный работник дома. Медицинских услуг у нас нет, но мы помогаем всячески. Заказать очередь, сопровождение, если у человека, он не может по каким-то причинам подойти в Купадхулим, в поликлинику, сдать анализы. Та же Эмма Байт, та же Матозит сопровождает пожилого человека. У нас есть большая библиотека, которая постоянно, каждый год, иногда, два раза в год обновляется. Ну, мы фильмами, книгами у нас очень любят, любовные романы. В таком возрасте они обожают читать любовные романы. Так как и сериалы смотреть, обсуждают это бурно. У нас библиотекой руководит, вот наша Фаина, она проживает в этом доме. Очень развита деятельность волонтерна. То есть жильцы помогают очень и очень друг другу. Есть такие группы поддержки. Люди выходят из больницы, горячие какие-то обеды по субботам, по праздникам, когда никого нет, одиноким людям. Очень и очень. То есть семья, действительно полноценная семья. Человек идет, проверяет свой закоут на социальное жилье или в министерство абсорции, или в министерстве строительства и попадает к нам. Как приятно столкнуться с такой картиной, которая рисовалась в воображении многих, направлявшихся в страну обетованную. Покинув этот чудесный дом, я вернулась к своим прежним впечатлениям и вспомнила, что информация о состоянии слабых слоев населения и собственный опыт работы интервьюера создают разноречивую картину и не дают возможности сделать общий вывод о положении пожилых людей. Создается впечатление, что очень и очень многое зависит от конкретных людей на местах. АПЛОДИСМЕНТЫ